Привет, друзья! С вами Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Сегодня в Adobe Illustrator порисуем вот такого яркого тукана. Подробно расскажу много инструментов и приемов работы. Без долгих вступлений переходим к практике. Монтажная область размерами 2000 на 2000 пикселей создана. Методом перетаскивания закидываем эскиз в программу и ставим его примерно по размеру и по месту. Обязательно с Shift увеличиваем и уменьшаем, чтобы сохранять пропорции. Друзья мои, обязательно проверим меню просмотр. Быстрые направляющие включены. Привязка к пикселю отключена. Можно перед тем, как заблокировать объект прозрачность, ну процентов 50, Enter, и палитра слои. Если палитр, о которых будет идти речь в уроке, нет, все находятся в меню окно, вот по алфавиту. И можно либо блокировать целый слой, либо блокировать отдельный объект и рисовать на этом слое. Я заблокировала отдельный объект, разблокировать. Нажимаем замок, либо меню объект, освободить все. Ну, сколько бы ни было заблокированных объектов, растровой или векторной, без разницы. Мы, друзья мои, будем рисовать через окружности. Можно, конечно, заморочиться и брать окружности через золотое сечение. Урок такой есть, ссылка будет в правой верхней части экрана. Но я позволю себе некую вольность, потому что это все-таки не логотип, а векторная иллюстрация. Будем, конечно, брать, естественно, окружности, просто не будет таких закономерностей между ними по размерам. Будем даже брать, я думаю, что дуги. И где-то свободное рисование. Скорее всего, подробный урок делать не буду, покажу просто принцип работы, но это не точно. Итак, мы приступаем. Эскиз заблокирован. Клавиша L, инструмент Ellipse, либо на панели инструментов рисуем с Shift, окружность. С пробелом сразу ставим по месту. Вот хочу примерно попасть в верхнюю линию клюва. Давайте что-нибудь из темных или из красных возьмем. И толщина временно сделаем побольше, 7 пунктов. Клавиша L, с Shift рисуем окружность и где-то вот здесь ставим. Можно просто дублировать окружности. Дублируем с зажатой клавишей Alt, с Shift уменьшаем, чтобы сохранить пропорции. Мы вот видим, она через клюва. Можно сейчас просто разные окружности повыставлять. И примерно где-то, может быть, все-таки не будем делать слишком много вариантов окружности, а будем дублировать. Так, голова дублируем с Alt и с Shift увеличиваем. Здесь нужно сделать касание обязательно. Давайте отметим эту окружность каким-то другим цветом, например, синим. И с Shift уменьшаем, касание вот в этой части и переход в голову. Конечно, от эскиза будет немного отличаться, потому что я рисовала окружности от руки. Shift вот прям в привязку поставить вот здесь. Ну, будем считать, что как-то так. Пусть немножко линия не совпадает. Клавиша L с Shiftом нарисуем грудку с пробелом, ставим по месту. Здесь тоже нужно сделать касание обязательно. Можно в режиме Ctrl и Y смотреть еще более точно, более внимательно. Вот здесь нужно коснуться. Ctrl и Y выходим из режима, Ctrl минус отдаляемся. Возьмем инструмент дугу, нарисуем с Shiftом, чтобы она была ровная. И разворачиваем. И куда-то сюда вот нам нужно ее поместить. Уменьшаем с Shiftом. Давайте дугу отметим, например, зеленым. Вот здесь о чем я говорила, я думаю, что мы прям не будем идеал ловить. Возьмем инструмент белая стрелка, первую точку и где-то вот привяжемся к окружности вот в этой части. И за счет манипуляторов, то есть нам нужно сделать, чтобы был плавный переход от окружности в зеленую дугу. Возьмем вторую опорную точку и где-то здесь тоже нужно коснуться и плавно нарисовать линию. Работайте манипуляторами, всегда возвращайтесь, пока тоже оставим как есть. Давайте с Altом продублируем окружность от клюва и выставим их внизу. Ну вот эта окружность, наверное, большевата, поэтому с Shiftом немножко уменьшим. С Shiftом и с Altом дублируем до пересечения вот в этой части. С Shiftом и с Altом дублируем до пересечения. То есть Shift позволяет вести ровно, Alt позволяет дублировать. Здесь можно взять просто отрезок. Зажали левую клавишу мыши и ведем вот так вот до касания. Пусть тоже эта линия будет другого цвета. Можно в режиме Ctrl-Y посмотреть, как вот здесь все получилось. Это должно быть в самом вот этом месте. Давайте прямо в режиме на приближение, вернее, вот, касание. Ctrl-Y, выходим из режима. Выбрана линия. Правая клавиша трансформировать. Зеркальное отражение отражаем по вертикали. Копировать. Ведем с Shiftом. Поскольку окружности ровно стоят, здесь тоже должно касание быть в этом самом месте. Вот, коснулась в режиме Ctrl-Y, она направляющая, видимо, относительно другого объекта, как-то показала. Поэтому с Shiftом вот здесь. Ctrl-Y, выходим из режима, Ctrl- минус, отдаляемся. Вот эту линию, я думаю, что мы нарисуем через окружность. Вот эту окружность продублируем с Alt. Правая клавиша трансформировать. Зеркальное отражение отражаем по вертикали без скопирования. ОК. Отметим ее, например, рыжим каким-то. И за счет поворотов, за счет привязок инструментом белая стрелка манипуляторов рисуем линию. Вот здесь вот так с заходами, потому что мы будем сейчас новые инструменты разные изучать. Здесь тоже, друзья мои, прикидывайте, что вот была окружность. Она плавно должна перейти в линию оранжевую, касательная, да? Поэтому на приближение более точно. Ctrl-Y, отдаляемся. Выбираем оранжевую линию. Правая клавиша трансформировать. Зеркальное отражение отражаем по вертикали. Копировать. Но тут Shift-O можно не вести, потому что здесь разная форма, разные формы. Можно просто на самом деле пропорционально увеличить. И немножко развернуть. Заводим тоже за зеленую линию. Вот эти потом скруглим просто части. С Alt-O продублируем зеленую линию. Нарисуем низ у клюва. Так, надо ее с Shift-O немножко уменьшить. Развернуть. Касание. Давайте здесь, друзья мои, вот коснемся, наверное, в самом широком месте окружности красной. И за счет манипуляторов, друзья мои, еще обращу раз ваше внимание на то, что в касаниях должно быть прям четкое касание. На приближение в режиме Ctrl-Y смотрим, чтобы одна линия касалась или заходила на другой объект хотя бы минимально. То есть не рядышком находится, а коснулись. На всякий случай вот эту конструкцию выделю все вместе. С Shift-O и с Alt-O продублирую, потому что всякое возможно. Можно выбрать все вместе. Давайте поближе посмотрим. Инструмент, который называется создание фигур. Shift-M, очень хороший инструмент. Все выделено. И видите, когда я подношу к объектам, они подсвечиваются вот такой сеточкой. То есть там, где фигурки пересекаются, может получиться новая фигура. Если мы зажмем левую клавишу мыши, то эти фигуры можно объединять. Таким образом, зажимая левую клавишу мыши, объединила вот эти формы. Зальем. Вот, например, у нас получился объект новый. Отменю пока это действие. Давайте еще раз выделим все вместе. Возьмем инструмент создания фигур. Зажимаем левую клавишу мыши. Вот создали, например, туловище. Создали снова клюв. Создали вот эти части. Не забудьте тут маленькие детальки сохранять и захватывать. Итак, окрасим в разные цвета, чтобы понимать, что у нас в итоге получилось. Здесь, друзья мои, особенность такая, что... Ага, друзья мои, тут вот кусочек у нас не очень правильно получился. Еще обратите внимание, что вот эти хвосты остаются. Их надо удалять. Здесь мы просто возьмем линию. С шифтом возьмем синий объект. Снова инструмент создания фигуры. Зажимаем Alt и объединяем. Хвостики удаляем. Еще раз проверим, что все получилось хорошо. Ctrl-Z в меню действия. Вот в этих местах, не будем тоже тут никакие окружности подставлять, возьмем просто инструмент белая стрелка. И вот те точки, которые можно скруглить за счет вот этих манипуляторов, мы просто скругляем. Здесь максимально получилось. Здесь можно еще было бы скруглить. Таким образом, друзья мои, дорисуйте форму тукана. Через дуги создать отдельные объекты, которые будут обозначать крылья. Давайте, друзья мои, временно удалим заливки. Ну, здесь все понятно. Разделитель – это дуга. Можно, кстати, тоже воспользоваться, вернуть вот этот кружочек, чтобы вот эта линия четко перешла сюда, создать отдельный объект. Глаз – понятно, что это окружность. Верхняя часть головы тоже можно через окружность здесь вот скруглить. Верхнюю часть. Фон – это круг. За кадрами я это тоже самостоятельно сделаю. И расскажу, как мы можем нарисовать вот такие стилизованные листья. Если вам урок нравится, не забудьте поставить лайк. Обратите внимание, под видео есть ссылки на соцсети школы. Пожалуйста, тоже подписывайтесь. Увидимся чуть позже. Перед тем, как перейдем к дальнейшей работе, я хочу пригласить на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто хочет быстро и качественно освоить программу Adobe Illustrator. От себя гарантирую огромное количество домашних заданий и их подробные разборы. Все подробности по первой ссылке в описании. Для начала немного поговорим о цвете. Способов получения цветовой гаммы в программе достаточно много. От ручных до автоматических. Но в нашем конкретном случае наиболее подойдет пипетка. При эскизировании брала вот именно эту конкретную фотографию, чтобы стилизовать тукана. Поэтому с нее же возьмем цвета. Нарисуем какие-то произвольные формы. Пусть это будут кружочки. И по количеству цветов их намножим. Берем первую форму. Инструмент пипетка. Либо клавиша I. И берем цвета последовательно. То есть взяли один объект. Клавиша I. Какой-то зеленый оттенок возьмем. И так далее. Друзья мои, когда закончили с цветами, выбирайте все эти объекты. Не захватывайте лишнее. Шифтом исключаю фотографию. Палитра образцы. Все объекты выбраны цветные. Создать новую папку. Прямо напишем тукан. И нажимаем ОК. И все цвета находятся вот здесь. Ими пользуемся как обычным цветом. Абсолютно точно так же. То есть выбираем объект. На переднем плане заливка. Меняем цвет заливки. На переднем плане контур. Меняем цвет контура. Можно открепить, чтобы они не сворачивались, не схлапывались туда. И таким образом подбираем цвета. Друзья мои, обратите внимание, что какие-то детальки придется дорисовать. Любым известным вам способом. То есть здесь, если хотите абсолютное повторение, то вот здесь красная деталь. Какие-то деталюшки будут еще в клюве. Но клюв у птицы самый красивый. Поэтому я думаю, что есть смысл потрудиться и сделать его таким вот красивым, уникальным. И следующий момент. Как нарисовать вот эти травинки. Единственное, что я заблокирую эскиз, чтобы он не выделялся. Итак, в основу возьмем следующую форму. Клавиша L. Ну, примерно по размеру. Можно вот прям здесь взять какой-то цвет. Давайте пока яркий сделаем, чтобы нам видеть, что здесь происходит. Отменим контур. И любую из точек превратим в перегиб. То есть видите, гладкая точка, а мы превратим ее в перегиб. И вот так с шифтом подтянем в сторону. То есть видите, что получилось, что здесь окружность, а здесь вытягивается линия. По длине тут надо смотреть. Ну, примерно вот так. Поярче выберем цвет заливки. Чтобы просто видеть хорошо. Итак, объект выбран. Откроем палитру кисти. Ее сейчас у меня нет, поэтому меню окно. Кисти. Вызывается клавиша F5. Берем объект. Зажимаем левую клавишу мыши и тянем вот сюда. Видите, появляется плюсик. Отпускаем левую клавишу мыши. И нам нужно выбрать объектную кисть. Нажимаем ОК. Здесь ничего пока что можно не трогать. Нажимаем ОК. Итак, нарисуем какую-то форму. В нашем случае, например, дуга. Нарисуем ее с шифтом. И применим вот такую кисть. Видите, она в одной части скругленная. Но форма повторила форму нашей линии изначальной. В нашем случае мы здесь просто развернем. Можно дорисовать. То есть, также возьмем инструмент белая стрелка. И дорисуем. Если нужно, мы можем уменьшать. То есть, таким образом вы дорисуете растения. Стебель – это линия. Цветки тоже таким же образом. Ну, или заготовите кисть изначально поменьше, чтобы здесь вот не было таких маленьких значений. Хотя это не принципиально. И, друзья, мы еще обратите внимание, пожалуйста, на то, что вот эта профильная линия. Все наши предыдущие линии были абсолютно одинаковые по всей длине. Ну, с каким-то заданным количеством пунктов. Но, возможно, вам захочется применить такой эффект. Давайте на примере клюва. Вот здесь как будто бы мы нарисуем блик. Нарисую дугой. Поверну. То есть, для блика тоже можно применить, естественно, вот такую форму, как вы понимаете. Или посмотреть профильные линии. Сейчас вот я сделаю форму, которая повторяет клюв. Повторяет клюв. Ну, примерно вот так. Потом можно тоже, естественно, это все поправить. Равномерная линия пока что. Но вот здесь вот, в выпадающем меню, можно выбрать вот такую, например, линию профильную. И как-то вот так поработать. Когда у вас будет цвет у клюва, вы можете вот этому блику дать прозрачность. Ну, например, он будет белый. И прозрачность какую-то подберете в зависимости от цвета самого блика и цвета подложки, на которой этот блик находится. Поэтому, друзья мои, я основные моменты вам рассказала. Сейчас я тоже за кадром займусь самостоятельной проработкой. И мы встретимся, чтобы обсудить дальнейшие действия. Вот что получилось в итоге. Хочу прокомментировать еще один момент. Давайте мы с вами продублируем с альтом клюв. Я просто покажу принцип. Так, он, видимо, на дальнем плане. Ctrl-Shift, правая квадратная скобка. И хочу показать, как сделала вот эти вот синие деления. Так, еще с альтом продублируем вот этот объект. Обратите внимание, что это именно абрис с какой-то толщиной, профильный абрис. Так, сделаем цвет совершенно любой. И смотрите, друзья мои, вот есть объект, на который заходит деление. Тоже на передний план вытянем. Ctrl-Shift, правая квадратная скобка. Вот, допустим, два вот этих деления. Возьмем два объекта вместе. Это обязательное условие. Абрис мы переводим в объект. Через меню объект. Разобрать оформление. Вот тут опорных точек достаточно много. Можно через меню объект. Контур упростить. И подобрать количество опорных точек. Но тут не принципиально на самом деле. Но не имейте в виду, что можно этим бегунком и нажать просмотр. Видите, количество опорных точек уменьшается. Было 54, стало 4 пункта. Не принципиально. Нажимаем ОК. И, друзья мои, берем два объекта вместе. Форму, за которой выходят. И формы, которые выходят. Возьмем уже знакомый вам инструмент создания фигур. Shift-M. Вот сейчас у курсора плюс. Мы зажимаем Alt. У курсора появляется минус. И проводим по этим частям, которые выступают. То есть здесь, как вы понимаете, абсолютно идеальное совпадение по контуру. И эту операцию делаем, когда уже все по рисунку установили и по месту установили. На этом, друзья, мой урок заканчиваю. Надеюсь, он был полезным. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и соцсети школы. Спасибо за внимание. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.